Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как и обещала, будет видео о некосметических фаворитах за 2014 год. Первое, что я вам хочу показать, это маска для сухих волос от Lepetit Marseille с маслом кориты и медом. Для девушек, обладательниц жирных волос, никогда не покупайте шампуни для жирных волос. Я не знаю, какой производитель вообще придумывает это и чем он руководствуется, но когда у вас жирные волосы, шампунь жирный так пересушит вашу кожу, головы, что у вас возможно посыпать пехать, различные другие проблемы, может быть чесаться будет кожа, возможно будут просто и сушеные, и сухие волосы. Поэтому покупайте либо для сухих, либо для нормальных волос. У меня очень жирные корни и очень сухие концы. Я обожаю просто маски для сухих волос, потому что они, естественно, наносятся только на концы. И поэтому волосы настолько увлажненные, настолько мягкие, они безумно легко расчесываются. Обалденная маска! Я не знаю, почему такие маски делают только не для сухих волос. Мне кажется, для жирных волос тоже вполне подойдет, потому что мы же не используем это на корни, мы используем это только на концы. Что касается ухода за лицом, то я выбрала всего один продукт. Умывалка от Dessert Essence. Покупала она iHerb. Обожаю это средство. Я помню, что, или вы помните, я на нее жаловалась насчет запаха. Да, мне до сих пор он не особо приятен, но я скорее закрываю нос или пытаюсь задержать дыхание, или очень мало вдыхаю паров. Но средство, я не могу от него отказаться. Я понимаю, что нет лучше средства, чем это. Немножко подсушивает, слегка подтягивает, убирает черные точки, отлично очищает кожу. Я в безумном восторге. И последнее, что касается ухода, это крем для рук. В недавних покупках я вам показывала крем для рук от Easy Spa, который я купила в Ревгоше. Я не могу нахвалить его и не расхвалить. У меня уже половина осталась. Мама юзает конкретно. Она постоянно, ей вот даже не лень, она придет из другой комнаты, она намажет у меня крем и уйдет. Она говорит, что это единственный крем, который действительно... Вот ты увлажняешь руки, он очень легко впитывается, не сказать, что быстро, но... Я не понимаю, когда девочки хотят, чтобы он быстро впитывался, и при этом был очень хорошо увлажненным, да? То есть, если вы хотите увлажненные руки, то повтирайте его минуту хотя бы. И это будет такая пленочка, очень густая пленка, которая не будет жирной, которая не будет приклеивать к себе всякие ручки и другие предметы. Очень классно защищает и увлажняет руки. Обязательно присмотритесь. Все, что я вам тут показала, это все бюджетно, поэтому это, наверное, еще один плюс в том, что вы можете попробовать. Ну, теперь, что касается лаков. Я знаю, что вы у меня очень просите видео о моей коллекции лаков, и я сама этого очень жду. Но дело в том, что я не хочу снимать видео просто показывать вам какой-то бутылек и передавать, какой он красивый. Я хочу у меня сделать свотч, а для этого мне нужна палитра, наверное, ноготков. И я ее жду, на самом деле, заказала довольно давно, но она не приходит. И я не знаю, по какому принципу я выложу это видео, когда оно у меня выйдет, потому что я снимаю его в начале декабря. И пока не знаю, может быть, прям перед концом декабря, я не знаю. И может быть, на тот момент у меня уже придет эта палитра, и я уже отсниму и выложу. В общем, я вас заверяю и вас уверяю, что видео такое будет, но чуть попозже. А пока о лаках поговорим. Мои два любимых лака, и, к сожалению, они тоже оказались у меня буквально, вот, может быть, пару месяцев назад. Потому что все лаки, которые у меня были до этого, это все равно не то, что я хотела. Вот эти два лака я попробовала буквально месяц назад. И я поняла, что если я захочу какие-то лаки, я буду ориентироваться на фирму Зоя. Потрясающие лаки в один слой. Нюдовые лаки нужно наносить в два слоя, но насыщенные яркие цвета можно нанести и в один. Это обалдельные цветопередачи, потрясающие цвета, разнообразие цветов. Их носибельность в неделю меня просто убивает. Попробуйте обязательно лаки Зоя. Они не спец, такие прям дорогие, на которые можно откладывать месяцами. И еще два средства для ногтей, которые я не смогла обойти и не показать в этом видео. Это сушка от Sally Hansen, которая называется Instant Dry Top Coat. И она дает, во-первых, безумный глянец, который не скалывается и который не коряпкается. То есть, знаете, бывают такие топовые покрытия, которые... Ты потом смотришь, у вас такие мелкие-мелкие царапины, и ты не понимаешь, почему они образуются. От этого нет ни царапин, от этого нет сколов. Держится лак очень долго, качественно, блестяще. Это лучшее средство реально 2014 года, и не только 2014. Это лучшее средство от всех лет, пока я искала какое-то топовое покрытие. И еще средство от Sally Hansen, это ремовер для удаления кутиклы. Тоже для меня стал очень-очень важной и значимой частью. Потому что мой маникюр обходится намного быстрее, намного удобнее, намного комфортнее, намного красивее. Обалденная вещь, которая вам растворяет кутикулу и которая удаляет кутикулу в одно мгновение. Следующая вещь уже не касается косметики. С косметикой мы закончили. И это довольно, наверное, странно вам сейчас видеть, и вы скажете, что она показывает. Когда я отдыхала в Краснодаре, я мучилась от дикой жары. Потому что там было каждый день под 50 градусов, под 40 градусов. И человек, который живет на Урале и привык к лету, ну максимум 35 градусов, 30, и для нас это реально жарко. То когда я прихожу и приезжаю в климат, где очень влажный климат, и буквально 50 градусов каждый день, это убивает конкретно, это сбивает режимы, это сбивает все напрочь. В общем, это головные боли. И мне становилось плохо. И вот эта вещь меня спасла. Эта вещь стоит 350 рублей. Я бы сказала, немного дорого для такой фигни, но она меня реально спасла. И может быть для вас тоже будет открытием. Я ее несколько раз хотела показать, но получалось так, что мне нужно было обрезать видео, и я постоянно чего-то убирала. Это называется вентилятор. Ручной, не знаю, складной, миниатюрный вентилятор. Он меньше, чем моя ладонь. Он действительно очень маленький, сантиметров, наверное, 10. Здесь кнопочки, он работает на... Упс, а у меня нет батареек. Он работает на мизинчиках-батарейках. Вот так работает эта прелесть. Кстати, продается в красном кубе. Что еще касается фаворитов, это гаджеты. Это чехлы для телефона. Когда я стала обладательницей айфона, я поняла, что мой телефон без чехлов не будет. Во-первых, это... Травмопунктность. Новое слово, которое я только что придумала. Первый чехол, который по-любому будет моим фаворитом, я его таскала месяца два, и это единственный чехол, который я столько таскала. В основном я чехлы меняю каждые 2-3 недели, мне просто надоедает один и тот же чехол. Этот я таскала недели две и еле-еле его сняла, потому что понимала, что нужно что-то менять, настояние меняется. На белом телефоне потрясающе смотрится, очень красивый, ажурный, вот эти узорчики мои любимые. Потрясающая вещь, обалденный чехол. Еще один любимый чехол, это чехол из металла. С ним айфон. Что без него айфон? Я очень люблю иногда ощущать в руках именно толщину айфона. Я не люблю чехлы, в которых айфон становится какой-то книжкой, огромной такой книгой, которую нужно зажимать. Вот с этим чехлом очень тонкий телефон, что мне нравится, и очень хорошая защита. И последний чехол для многих станет странным, и для молодого человека тоже какой-то стал странным. Для моих родителей они до сих пор не понимают этой фишки. Это кастет. Все какие-то не совсем молодые преподаватели какие-то отвешивали шутки, минутки, которые должны были заставить нас посмеяться. В общем, эта вещь принесла столько радости, ребят, просто чехол для телефона. Меня очень часто спрашиваете, где можно найти такие чехлы. Я вам говорю уже миллионный раз, и меня все равно не слышат. Я чехлы заказываю все, абсолютно все на ebay. И я вам клянусь, что то, что продается на ebay, то же самое продается у нас в супермаркетах. Я просто не вижу смысла переплачивать огромные деньги. Вы можете заказать даже оригинальный чехол на айфон, который в магазине стоит 3000, и вы можете на ebay заказать за полторы. Я не понимаю этого маркетингового хода и тех дебилов, которые на это ведутся, честное слово. Абсолютно глупая вещь покупать чехлы сотовые на телефоне, где-то там у кого-то, не знаю, бабушки на куличиках. Просто заказывайте через интернет. Вот, например, те чехлы, которые я вам показала сейчас, ну, за исключением кастета, стоят чуть подороже, чем обычные заказы, они стоят 250-300 рублей. В основном чехлы, которые идут просто пластмассовые, абсолютно обычные чехлы, стоят по 50-100 рублей. Вот такой вот выбор, и с девочками, и с кисами, и с кем вы только не хотите. На сегодня, пожалуй, это все. Я вас всех поздравляю с наступающими праздниками. Все вам желаю огромного счастья в новом году, чтобы все ваши мечты обязательно сбывались, потому что ничто не делает нас счастливыми, как то, о чем мы мечтаем. Но мы с вами увидимся очень скоро. Я вас всех целую. Пока-пока.